Всем привет! С вами Арсен Кипера. Вот и наступила пятница. Счастливые выходные ждут нас всех. А сейчас время поглощать новую информацию в виде наших интересных, горячих и актуальных новостей. Настраивайтесь на нашу чистоту и будьте уверены, вы не зря проведете время. Как Егору Криду удается собрать вокруг себя такое нереальное количество поклонников? Почему Рома Зверь оказался в больнице, а Юлиана Караулова платила штраф? В России прошла еще одна Олимпиада. Самое интересное об этом и не только, узнаете через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Вы знаете, что такое сладкое, томительное ожидание? Поклонники творчества Егора Крида знают точно. С плотными кольцами вокруг фонтана в торговом центре они стояли в очереди, чтобы сфотографироваться и взять автограф любимого певца. О том, как Егор справился с этим важным делом, расскажет Ксения Цедра. И целого концерта мало. Некоторое время спустя, после своего большого сольного выступления в Москве, Егор Крид вновь предстал перед публикой. И все для того, чтобы оставшиеся желающие могли заполучить заветный автограф и совместное фото с ним. Случилось то, чего мы не ожидали. На концерте, на моем, который был 25 апреля, был переаншлаг. Вот, то есть, там получилось, что мы продали намного больше билетов и было огромное количество людей. И мы просто никакими силами не могли организовать автограф-сессию после концерта. Удобные условия принимали сотни поклонников. Казалось, ничто уже не могло их остановить. Ни огромная очередь, ни часы томительного ожидания. Была на его концерте, вот, позавчера. И не успела с ним сфоткаться, потому что ушла. И вот он пришел. И сейчас я стою в этой очереди уже где-то час. Я жду, очень жду, когда уже на конец подойду к нему сфотографирую. Это мечта его увидеть, большое желание, так как он мне нравится как исполнитель. И я ждала очень долго этой встречи. Впрочем, и сам Егор нашел вполне понятное объяснение своей популярности. В его основе лежит жизненный принцип, что на свете нет ничего невозможного. Наверное, то, что я могу дать людям надежду и мотивацию. Показать на собственном примере то, что парень в возрасте 17 лет из обычного города Пенза, из обычной семьи может приехать в Москву и, я не знаю, добиться многого. Честность, искренность и песни – вот три компонента успеха Егора. И пока они существуют, в творчество певца будут любить тысячи представительниц прекрасного пола по всей стране. И ничего тут не поделаешь, ведь такая у него работа – топить лед женских сердец. Юлиана Караулова вновь запела одна. Но девушка не предала коллег по группе Fiesta Family, а просто решила совмещать и развиваться дальше. И совсем недавно уже сняла свой первый сольный клип. А Рома Зверь почему-то оказался в больнице. Все подробности сложного съемочного процесса в нашей постоянной рубрике «Стоп! Снято!» Коридоры одной из московских больниц совершенно опустили. Все пациенты будто вымерли. Почему? Спросите вы. Да потому что группа Звери снимает свой новый музыкальный клип. Все мы уже привыкли, что группа Звери снимает клипы, похожие на маленькое кино. Вот и клятву, новую песню с альбома «Один в один» эта участь не обошла стороной. Почти голливудские страсти развернутся в одной из старейших больниц Москвы. Могу рассказать, что это романтическая история об отношениях людей, о любви, о каких-то жертвах, поступках, клятвах и все, что связано с любовной лирикой. Вот над такой любовной историей, как обычно и бывает у Зверей, работала большая команда. И сценарий писали четыре человека, и репетиции много провели, и даже два режиссера понадобилось – Александр Войтинский и, собственно, сам Роман. Мне крайне тяжело быть режиссером и актером одновременно на площадке, потому что нужно быть по одной стороне монитора и по другую сторону камеры. Это крайне тяжело. Поэтому я позвал старого знакомого Сашу Войтинского, с которым мы, в принципе, работали всегда, снимая видеоклипы, чтобы он помог. С такой подготовкой группа Звери вполне себе может претендовать на Оскар. Кстати, коллектив подходит так основательно не только к съемочному процессу, но и к своим концертам. На радость поклонников ребята решили устроить 6 июня в Зеленом театре свой сольный концерт. Так что спешите занять места в портере. Уверены к нему, они тоже подошли со всей ответственностью. А вот Юлиана Караулова решила снимать свой дебютный сольный клип на песню «Ты не такой, не в Москве». Как и всем девочкам, певице захотелось романтики. Есть просто милая романтическая история о том, как девушка прогуливается по красивому городу, она сидит в кафе, и к ней подходит молодой человек, просит ее сфотографировать. У них завязывается некое общение, контакт романтический. И дальше они гуляют по городу. И, в общем, никакого логического окончания нету. Все оставлено на фантазию зрителя. Местом прогулок для клипа певица выбрала прекрасный Рим. Сама певица от съемочного процесса в восторге. Тем более у всех участников съемок завязались очень теплые и дружеские отношения. И все было бы идеально, если бы не один случай. Машину эвакуировали. Честно говоря, вначале был небольшой приступ паники, потому что мы не понимали вообще, куда она делась. И это чужой город, чужой язык, что делать, куда ехать. Я слышала, что в Европе огромные штрафы за неправильную парковку. Машину ребята в итоге нашли. Правда, заплатив действительно немаленький штраф. Кстати, спешим вас заверить и успокоить. Юлиана по-прежнему остается петь в группе «Fivesta Family». Видимо, энергии у девушки так много, что хватит ее на всех и на все. Вот уже 12-й раз в Москве проходит всемирная танцевальная олимпиада. Солисты и коллективы разных возрастов и направлений соревнуются за право стать лучшими и увезти домой заветный кубок. Из года в год дисциплин становится все больше, а сам конкурс все интернациональнее. Когда и как появилась эта олимпиада и в чем ее уникальность, смотрите в нашем сюжете. Больше года прошло с момента окончания олимпиады в Сочи, но на этом олимпиады для России не закончились. Вот уже 12 лет в Москве проходит международная танцевальная олимпиада. Люди из разных стран приезжают в столицу нашей родины, чтобы побороться за право стать лучшим из лучших. Были разрозненные события, не столь большие в то время. И потом вдруг мы решили их каким-то образом соединить. Потом придумали еще что-то. И сейчас это 55 танцевальных дисциплин. 11 дней, 5 площадок и в один день будет даже 8 площадок. Попробовать свои силы на этих площадках могут конкурсанты разного возраста, от мала до велика. Несколько лет назад, например, 70-летняя женщина вполне себе успешно выступала в дисциплине хип-хоп. А самой молодой участнице было 4 года. Многие участники, да и организаторы возвращаются на этот праздник талантов не один раз. Один раз попав на Олимпиаду, это можно сравнить с наркотиком. Это не лично мое мнение, это мнение большинства танцоров, потому что это настолько засасывает. Приехав в этот год на Олимпиаду, ты ждешь уже следующего года, обязательно ставишь себе в списке дел важных посещения Олимпиады. Ну, действительно это сложно, действительно это требует больших сил, энергии. Но в этом году у Олимпиады появилась еще одна отличительная черта – увеличенный призовой фонд. Помимо Кубка, победители заберут с собой и кругленькую сумму российских рублей. Отличительная особенность этого года – это увеличенный призовой фонд. Мы выдадим реальными деньгами почти 700 тысяч рублей участникам в разных категориях. С такими призовыми фондами через год придется увеличивать продолжительность Олимпиады и открывать еще больше площадок. Так что, уважаемые танцоры, у вас есть ровный год, чтобы подготовиться и выиграть в Международной Московской Олимпиаде. Дерзайте! На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забывайте заходить в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также прористывайте Инстаграм телеканала Russian Music Box. С вами был Арсен Кипера. Будьте всегда на стороне оптимизма и чаще делайте добрые дела. Хороших, вдохновляющих вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин